итак дорогие друзья всем доброго времени суток преимущественно ночи с вами евгений с вами олег команды cloud9 и energy эпицентровские квалы североамериканские дорогие друзья и пик команды cloud9 между прочим до инферно да есть такая история сейчас буквально секундочку друзья мои у себя звук поправлю потому что прописывал расстройщики всякие все да всем доброй ночи cloud9 и energy команды которые прописывал где а строкому а да я так прям отцовского леща чтобы а ну-ка звук потише мне хлоп столько по лицу а так вот cloud9 и energy кстати говоря недавно играли в рамках если пролик на дивизиона и там выбирали те же самые карты инферно для cloud9 energy брали себе мираж и при том обе карты команды взяли при том energy забрали cloud9 мираж довольно бодро учитывая что у клоудов мираж является но одной из лучших карт и играют они ее на уровне с командой navi выигрывали у navi потом могут не считается прыгали файзам на файзам сейчас я проигрывают и также кого-то еще обыгрывали тоже вот на мираже я так смотрю что это была команда не под недавно совсем на е-лиге поэтому смотрим да кстати хотелось бы да вот тоже добавить про карту до мираж но олег уже все сказал rush в итоге набивает анжа забег на б-плент из гробов еще снимает оппонента читаемая позицию стилет у кей за b3 тоже минус голова но возможный ретейк соответственно потому что вполне себе да тут тарика подсадит на вазы какой как хорошо и вкусно тарика подсадили в итоге за b3 позиции оппонента известно и его сейчас просто забьют ногами оставшиеся в живых не обязательно да ребята из команды клада но вообще должен а раз голова подожди дат считается головами оппонентов минус по тарику великолепно за трону квадра квадра ребята даже не успели из кладная занять позиции на планете они только-только подбирались на кафель и тут же влетает одна голова и отлично реализация это незаконно это просто незаконно позиция известная все хорошо просто берете убиваете да взял две головы поставил как будто вообще вышел за хлебом магазин в итоге пистолетный раунд для energy и они не церемонятся они два калаша покупают три фармгана два калаша здесь все серьезно но вообще да тут если за шучка то тематика но кстати говоря это тематик на центре перекидывает а винтовки все повыкидывал оставляет себе народу на руки только лишь desert eagle но и со снайперской винтовкой будет тарик интересное расположение по силам сэрка минус по тарику болгарин пока что открывает а счет по фрагам в этом раунде дальше на дальше что будет дальше раш подбирает сг 08 а пока что этот девайс себе не оправдал но возможно заиграет и мы видим какой-нибудь интересный раунд там перекидываться вообще абсолютно всем уже все потрогали снайперскую винтовку кроме стю и тукейс к дуду все-таки с винтовкой но и дальше energy не идут они халдят они ждут ошибок от cloud nine пытаются работать на вычистение но к сожалению для них клада не вылезают вообще никуда не стоят на позициях и просто так чешу трепу где же где же energy до 3а 1b получается у команды cloud nine сейчас energy вот хотели чтобы были какие-то поджимы или какие-то инициативные действия от девятых облаков но их нет ну и понятно кстати почему нет да потому что совершенно очевидно что давай с это наверное не совсем те чтобы прям уверенно поджимать но и с другой стороны они не совсем те в плохом смысле да чтобы и не поджимать вообще то есть да какие-то действия могли бы быть от кладов поэтому energy их и ждали но в итоге 3 на 1 смотри-ка уже перетянулись под б-плент очень вовремя ребята из команды cloud nine пока я здесь затирал телегу но серки и депс в итоге снимает двоих остается лишь один товарищ на в пленте есть и такие тоже ничего не делает пятером в живых остаются ребята я не думаю что rush на самом деле где что-то сделает тем более 2 армур у него я думаю сыграет на и где-то фрагах возможных если вообще в сторону сети спауна пойдут ребята потому что 2 армур терять это прям вот не 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 вообще да не стоит можно попробовать найти какую-то тоже вот переполните погиб у нас товарищ с сг но по-моему это было под б-плентом так что идти нет смысла а что хочется поднять еще что обе команды сейчас в хорошей форме это мы видели по выступлению моей команды energy cloud nine там плода на очень бодро поролись на и лиги обыграли envias 16-2 16-2 просто карл они пов также не почувствовали ну там серия была довольно неплохо не прыгали только лишь фрезом обыграли оптиков 20 на 20 energy просто стриком брутцам конечно опять же уровень команд за типа tier 3 мисфиц ренегейтс дэниел темпа шторм притом два раза по шторм шведской там по шторм и бразильской там по шторм да действительно но тут такой момент что вот по поводу cloud nine у меня до сих пор после того как они выпилили джордана гилберта нафинга он же да и состава я вот не очень доволен со шраудом все понятно как бы у меня особо претензий нет то есть человек сам как бы не хотел а вот я уже про нафиг говорил то что он механический игру уже познал некоторое время как раз там и назад и только-только-только плюс-минус переходил на познание вот такого европейского контр-страйка в плане тактикс там стратегии хороших всяких интересных вещей а тут его из cloud nine турнули и все и до свидос и дело в том что cloud nine потеряла без нафинга поэтому то что уверенно там обыгрывают оппонентов может быть но я как бы не уверен в этом короче говоря нет но были проблемы очевидно у команды cloud nine но ребята поднабрали форму раньше не проигрывает там проигрывали абсолютно всем сейчас же ребята с топ коллективами из европы сражаются на равных это не может не радовать поэтому ну дай бог там и rush раскрылся и тарик ну правда тарик чуть петел скиле по последним играм он там занимает 4 5 место своей команде но вот rush очень бодро на и лиги опять же там ребята просто веселились и отрывали это всех они прошли с первого места и отдали только восемь граундов нас выход на банан все во флэше никто ничего не видит и соответственно с этим energy нужно мириться есть 40 секунд запустили н.ж. под а плент и тут с аппартов и пытается найти раша но rush по-моему сейчас тоже что-то нюхает и датчанинка может найти дальше уже выход будет на б-плент хотя не точно если сейчас пройдет игрок атаки эту позицию топнул rush хотя перемещается туда еще и тарик и вся команда cloud nine бежит они все уже понимаешь это выход на плент смоги залетать перекрывает vision с малых песков и библиотеки но посмотрим на зарубу тарик не получит приехать скадудл и rush минус 2 скадудл еще забирает н.ж. последний дабс у него мало шансов это изи это изи эко да это изи эко четыре спа четыре спа и 1 чешка с армором да вот так вот вот я затирал затирал про cloud nine а теперь куда берут на третьем раунде буквально без всего вообще без всего все что хотят то и берут дэпс даже паузу хочет поставить но не поставит он пауза сейчас потому что здесь пауза ставится не так и факт для и говорит на вымайн то есть не обращать внимание неважно мол как-нибудь следующий раз потому что ребята скорее всего подгорели сейчас то есть немного прям вот жестко да не немного жестко это много получается два калаша трофейных и cloud nine 3мки четвертых все довольно приятно в итоге ты я и в полуподжиме 2b на банане можно даже говорить что не 2b а 2 банан на самом деле что интересно то есть cloud nine почувствовали больше свободы больше силы до в своих руках и скажем так не закрываются на планете это интересно итоге закрывает этот самый банан но отъезжает церкви скадудл на зеленке они за что получилось вроде бы стоял скадудл чеков тут же отъезжает сам снайпер команды energy также поставившись под хороший хэдшот энджей вместе с курочкой бегут рашить нет пока что энджей выжидает оппонента тут же тарик может поставить и не уже а там все с забором это же у меня их своей работает я думаю что это голова там торчало а это из-за забора смог прокидывается энджей вне позиция он ничего не видит мы пока что в этой позиции он бесполезен 4 в 4 времени 40 секунд и стоит отметить что energy ну халдят халдят на карте до inferno и не пытаются идти в бой понимаешь то выбор cloud nine и история inferno между cloud nine energy 50 на 50 было четыре карты и дважды побеждала одна команда дважды другая при том только однажды вот краски был inferno клада там победили 16 13 это было по моему в новом составе то это вот краски на если про лиги было ну посмотрим все таки и остается один в итоге против четверых он на б-планете он вне позиции понятно что бомба будет уже на ставится потому что анж все проверил и стюе денег ноль то есть ровно ноль поэтому просто будет стоять где стоит желательно бы и не особо ходить вот как раз около спрея cloud nine это его деревяха прям прям его деревяха все-таки в тупой угол встанет на банане здесь и нормально на самом деле почему велосипед трофейный возможно и опять же спрей спрей команды cloud nine место команды cloud nine вот прям ровно-ровно пытается стюе угадать откуда ждать поджима то есть понятно да что со всех сторон это аккуратно пытается перемещаться и закрывать себя кстати да то есть просматривая только одну сторону закрывая себя со второй это довольно правильные вещи не всегда и не все так делают бывает игроки мечется в разные стороны да то есть туда-сюда посмотреть туда-сюда посмотреть а стюе спокойно себя спину закрыл и стал собственно смотрит вперед сохраняем туда гемку никто до него так и не добежал админ напоминает что голосовать для нормальной паузы человеческой и ставить восклицательный знак пауз пауз для нечеловеческой до пауза если что-то все сломалось и все сгорело вот спасибо администрации еще раз данного матча 1 3 счет на данный момент 5 раунд дорогие друзья на ваших экранах местами управляет проблемы с девайсами то есть такое то что два пистолета только три девайса в раскидке еще большая проблема там недостаток гранат вообще только один молотов пару флешек пару смоков и 1 хаешка на всю команду клоудан стюкей пытается топить в смог на банане но прилетает в ответочку поэтому стю решается отойти за цемент и здесь попробовать поиграть учитывая что его тиммейт аутиматик но вот только-только раз кинул а смог на банан и перемещается на хелпун своему а бывшему лидеру и теперь же смещается обратно но так скажем помог гранатами и дальше пошел угадывать вместе с командой где же придет атака команды energy energy краски находится на банане вчетвером и только лишь одного энджи оставляют в апартах и тот в свою очередь тоже смещается и по-моему стюкей сейчас получат в лобешни хотя нет прибежи перебегает за гробы и будет пытаться оттуда работать у него по гранатам есть молотов и смог поэтому некоторое время может похолдить и вот сейчас мы наверное смог прокинуть чтобы команда energy не пошла но молотов полетел вовремя как боже мой стюкей знает эту кухню по процентам и выходят получать флешечку да и флешка на обоих и в итоге выходит все таки факты вообще не видит теперь видит пытается топить по ой-ой-ой-ой по кафелю но не все получается стюкей закрывает себя заходят за б3 кстати отличный момент хороший момент хорошая приемка от математика со стюкей она же правда снимает аутиматика скаду моментально на размение остается анж между b1 b2 позиция известная потому что стреляет анж правда снимает одного противника и сейчас как затопит по нему и прям в лобешник в ушечка точнее прилетает надеюсь ушечка не проснулась от того что вышечка прилетела потому что ушечку надо спать потому что ушечку завтра работать еще да да ну завтра всем работать там только сенька не занят по идее получается занят занят мы с ним на североамериканских завтра все 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 заняты за все заняты да дорогие друзья все заняты и 6 кастеров студируха будут работать не беспокойтесь мы зарплату получаем за дело да и цисквала для вас нави и форца опять же в 17 00 26 сентября то есть это прям здорово а состав форца я напомню это экс спартак бывший опять же что интересно а там хочет ли ли тут подожди все время путаю литл литл там литл кибакин вот эти ребята и как бы это прямо интересно так вот это епгэ все это епгэ из которых элен как раз ага который сегодня был 23 дорогие друзья у нас cloud nine energy 2 а випе скаду дала стю и тукей эмки 2 четвертых калаша ураша калаш ураша 1 калаш ураша прям как скоговорка какая-то стю и туки откидывает флешку не особо десеблет оппонентов кстати они просто наваливаются и бегут стю таки снимает одного меняется под b3 фагли ой бомбы теряют не очень удобно прям цветы лицом там террорист кстати говоря окунулся стю и такие промахивается но его же тиммейты его прикрывает где там этот смешной террорист вот такой забавный понюхал цветы и цветы водоге респавнилась нам так неинтересно 3 ты команда cloud nine все-таки возвращается моментально на счет 33 сохраняет в себе в общем и целом все это неплохо automatic где закупается с импи наин будет пытаться фармить потому что ну тут кстати по поводу фармить еще третий вопрос до против калашей и вторых арморов но вот так такой вот выбор но может подумал что там еще экономические ошибается приз у нас погибают от рук тарика и 3 игрока команды cloud nine которые находились на банане в принципе особо не пригодились там только один тарик справился учитывая что еще и тематик получил дэмэджа выход втроем был немножечко но так не оправданно откуда жнали ребята что придет в ответку столько приколов разных 3-3 по итогу потеряли уже бризе возможно депс да находит для себя калашников уже неплохо но две снайперские ментовки это серьезно ружи в руках команды cloud nine потому что и стю и скадудл умеют стрелять учитывая тот фактор что скадудл просыпается поздно обычно в картах то есть на второй карте он только начинает что-то убивать да такая сова типа и как ты ребят ну не хочу ну дайте еще ну пять минуточек ну бабуленька и это может стоить команде одной карты будильник рядом и током еще бьет да 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 он пять минуточек пять минуточек в итоге стю и такие закрывает один банан и это снайпер оу тематик в топом углу здесь ой опасно а у тематика позиция теперь известно потому что скорее всего догадывается откуда смог полетел смысле должна бы быть известна и должны бы быть прострелы все-таки у меня нет убивая депса и да в голову кстати да заметьте то есть 600 баксов привет и вот он меняется на коллаж то есть он и поформил по сути еще и коллаж взял уже есть какая-то энерги наверное должны лететь отъезжать потому что первых сорти флешки но вообще-то огрызаются прямо реально грязать тематик сейчас серки почему ладно хорошо но все равно почему потому что тематик же сзади был то ли мискоммуникация то ли серки просто потерялся смотреть в две стороны или вот туннельное зрение да что сейчас он сконцентрироваться только на варианте смотреть вперед и все анжи остается последний вариантов он же нет потому что бомба не на руках время кончилось он прям сэвит до конца и наваливаться и не должен был потому что иначе бы потерял бы девайс и не алё 4 3 и снова денег нету energy тут лишь только надежда на энжи возможно какие-то девайсы пистолеты на по 250 для серка три нет два глага все-таки остается по итогу но вот с этим набором попытаются ребята тут бы наверное стоило как-то сыграть на размен то есть запустить какого-то фагли либо дабса и попробуйте энжи на размен но энж товарищ товарищ лиркуешь у нас там минус 3 в исполнении команды energy биты фагли биты энджи фагли пробирается дальше получать молотов а нет у него повреждение выдевается вот правда депс уже для себя снайперскую винтовку обнаружил какой быстрый энергичный выпад получился скатул пытается шить в смоке у него это получается весьма неплохо оставляет энджи еще меньше хп но а по фагли прошу прощения там фагли стандал очень сильно потому что энджи находится у нас вообще возле банана полетели раскидочки молотов также падает а под цветы тарик просто таки там же времени меньше меньше езди фьюз киты возможно тарик понимаете находится один из оппонентов и он ослеплен ой-ой-ой-ой тарик как вот вот не туда он так повернулся в итоге позиция теперь точно известная не досмотрел на кафель как бы посмотрел но не досмотрел скатул в итоге фагли убивает но это выигранный раунд для команды energy это 4 4 дорогие друзья скатул будет аккуратненько стоять на месте потому что у него второй армор и с ним ничего не произойдет на самом деле вот если бы это был первый армор от это вот уже обсуждаемый момент но по-моему все равно не должен был до конца взорваться в любом случае 4 4 есть варианты закупиться сейчас команде cloud nine в общем целом есть варианты закупиться и energy я замечу да что команды друг друга вот дерба нет насчет экономической ситуации и очень скоро кто-то точно должен сломаться но пока что очереди команда клау дает потому что денег вообще нет а вот energy имеют три тысячи три тысячи три тысячи косарик и педиха . у бризе а по табуляции пока что невидимы именно того товарища только что упоминал то бризе 126 остальные у энерджи убивают а муж всех у по 6 по 5 фрагов букву дайна все тоже весьма неплохо раша пока еще незаметно хотя он мог бы сделать что затопить в прошлом раунде в позапрошлым даже очень неплохо но там справились тиммейты поэтому все более-менее неплохо вот аутиматик старается больше всех восемь на шесть но автомальчик конечно твои в творит вещи стиль таки снайперская винтовка неплохо смотрится поэтому но вот интрига сохраняется 44 очень близкие раунды не одна и вторая команда взяли экономические раунды по и поэтому можно ожидать чего угодно опять же по истории встречи cloud nine energy там чуть чуть больше у cloud nine там 53 по личным встречам но это было там еще и старых составах а вот по новым по моему 11 я могу ошибаться но вот именно inferno и мираж играли на если про лиги буквально месяц назад ровно месяц назад так что вот cloud nine подобрали форме energy там обыгрывают всех подряд в своем дивизионе поэтому может случиться интересная встреча учитывая что energy сейчас забрали в атаке четыре раунда на карте оппонента так что вот инферно у них тоже вероятно готов ну поглядим поглядим ну что 6 такие до вп до серьезная штука видит оппонента кидает молотов отходит назад опять возможные читаемые b1 b3 да там b2 b3 но b3 более считаемая позиция бум карьер первый уходит почему непонятности вот такие дабл келл аутематик еще один почему бомб карьера выходят 1 риторический вопрос дорогие друзья риторический вопрос 2 хп еле-еле дабс живой там перестал туда еще смоки и ребята ошибаются бомбы нет на руках выживший в питером cloud nine добивает еще и депса энджей последний и против него не пошел тарик воевать опять же интересно если смотреть по табуляции то у нас там 2 1 1 3 1 1 то есть нет каких-то больших стриков где одна команда доминирует вторая там просто догоняющая такого нет и это очень приятно смотреть что но не то чтобы команда одинакового уровня просто подготовлены сейчас неплохо и смотреть за таким кс приятно да бывает некоторый вот момент то что в чате пишут нас на кс все понятно можно идти спать на самом деле ничего подобного да где-то бывают ошибки да где-то играет очень круто один из игроков в одной из команд но вот чтобы говорить что на кс и плохой как мы видели а вот чтобы не соврать кто это был вот тоже на esl pro лиги мы смотрели матч и там просто смешно было в некоторых моментах от того как что делают игроки на ногу и кто-то еще там были 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 такие матчи и я даже помню да и там были действительно и роги да еще такие матчи были и на североамериканском контр-страйке такие матчи были и вообще-то по-моему квалификация к эпицентру североамериканских вообще такие матчи были буквально недавно там была карта до инферно и вот у меня память вылетела какая карта была вторая то вроде 20 получилось надо подсмотреть тогда я наверное вспомню 5 4 на 5 же 2 а в п от клаудной защите не изменяет себе ребята дорогущий закуп а автоматик отъезжает в итоге на зеленке я сказал замыкает человека который топил на эту зелень в итоге то есть размен по сути один-на-один но дело в том что террористов осталось-то трое потому что там еще один килл был от скадудла опять же а у тематика от у тематика еще один килл до этого момента если вот такие работает читаемые позиции на гробах но дело в том что царские флешки опять же здесь все-таки фликшотит в итоге на оппонента остается последний товарищ на кафеле который вылетает с гриля и в общем-то умирает если честно как-то тут вообще никак вот депс опять пытается поставить паузу и все да отвоут или паузу все-таки надо общаться потому что денег нет предыдущий выход был практически никаким в том плане что он был абсолютно инертным реги психологически ригидным то есть мы бежим туда куда бежим потому что мы туда бежим и независимости от того что происходит абсолютно неважно что происходит потому что как бы никто вообще не реагирует на то что происходит вот это energy сейчас надо сбросить отыграть этот экономически но как бы денег им это не прибавит поэтому это вероятные 74 возможно там три не дефолтных пистолет это вообще край до купить и это все вообще не ну с террористической экономики на самом деле можно себе позволить за 300 баксов 3 250 так но это прям вообще прям край потому что иначе гранат не хватит на следующем ну по итогу решили брать только один для дабса и 4 глака без единой гранаты ребята рванут а через секонд мид куда-нибудь в апарты и высыпется дружной огурь бой ох ты сейчас к дудула под лове тайминги выходит против него оппонентом вы собрать шашлык но только собирает это дело аутиматик и тарик раш подключается с к дуду только лишь один фраг сделал но наверное хватит ему в этом раунде и так много убиваются что хотелось бы отметить что оставлять зачастую лишь одного стюйту кен на б-планте и как только возникает любая опасность моментально смещается с к дуду и вот на двоих они уже выигрывают три раунда подряд практически две снайперские винтовки которые отлично выбирать позиции с к дуду за сети закидывает смок либо же флешку и потом вместе ребята отыгрывают чтобы дать и время и информацию и все что угодно это очень круто клоу да 8 10 8 10 играют три смерти это вообще-то довольно ну объективные результаты да то есть мы видим что две снайперские винтовки работают хотел я сказать но анш убивает с к дудула в смысле они работают как бы шутки юмора да но все равно без к дудула здесь будет тяжело если честно раж вот это хе могла бы сделать интересные штуки но вот в этот раз не получилось в итоге 3 на а получается еще арка закрывается пока что потому что у тематик живой то есть плит на б хотя бы не смогут пока что сделать energy смоки тоже прилетают здесь ну что же поехали а то у тематик много чего зависит а никто не смотрит на тематике он просто серки в спину спина что-то зачесалась там пули оказывается кто бы мог подумать депс находится на булере сейчас выйдет это у тематика от аутиматика прошу прощения анж правда остается но его закрывает молотом бомба не на руках и вот анж пытается смог смоком дать это дело закрыть кстати у него получается если у такие промахиваются это уже интересно потому что он теперь может расклачировать все таки ошибся здесь вот анж полирует позицию а партов а постоянно с балкона с балконностью таки ожидает и мечется энджей сейчас а и замечаете такие это квадрокилл это просто это 14 по итогу получается парень сделал в 14 браунд забрал 1 2 потом разыграл раунд вернее ситуацию на мидле и оставься один в один выбил и не потерял ни одного хп я там очень тяжелая ситуация с точки зрения взятия бомбы потому что все такие ему не должен был давать типа в 85 процентах случаев то есть против а в п на ребрах стоять и кнопка как бы читаем ему вектору движения брать бомбы но такое но у него получилось то есть то есть вы такие как бы ошибся и все и потом анж уже не отпустил эту ситуацию фагли получает гранату здесь если у тюкейс к дуду оба вы поработают моментально по киллу бам-бам вот так вот тематик может замкнуть бризе но отходит назад можно сказать что довольно вовремя опять на вазах будут подсадкой для тематика здесь на желтые красные цветочки но можно сказать чтобы плент пока что частично закрыт на данный момент бомба вообще не на руках у energy под контролем но не на руках и тут не уверен куда мы не пошли теперь все будет очень сложно весьма весьма но посмотрим сейчас кончение первой половины остается всего лишь три раунда включая этот и ну клауда для себя набрали уже наверное много раундов почему такая тенденция что в атаке набирается ну чаще всего больше раундов то есть пополам выигрывается именно за атаку если эту карту команда ну более-менее хотя бы знает а сейчас пока уже 7 клоудов стюкей шашлычанский делает по энджу его тиммейту при последней бризе подлавливает аутиматика пытается топить чуть в самоке тут же правда уже выходит а почти в спину мой игрок защиты а там бежит раш который ждет оппонента бризе не справляется 8 5 и великолепная игра от стюкей который трипл оформил в прошлом раунде и сделал опять же много для своей команды во сколько мы уже говорим а стюкей скадудл стюкей скадудл аутиматика все равно 14 фрагов он идет больше и дальше всех но вот меньше смертей я здесь да у снайперов меньше всего смертей как говорил как ник придумал думал ну допустим слово automatic есть а я такой возьму и ай туда вставлю получится automatic и я такой окей говорил он как-то интервью и вот я сейчас на него смотрю и 14 9 я такой тоже окей окей найс найс тащит стюи да да вот можно ругать за какие-то вещи да за какие-то микро моменты из-за которых получается макро моменты в виде отдачи раундов но все равно клада сейчас старается первая половина у них выиграна тарик уже депс убивает еще второй от тарика падает это был эндж на лампе здесь бывшие лампе по крайней мере забег на а плент но он практически полностью ликвидирован уже на данный момент хотя огрызается бризе может еще трепу оформить трепу оформляет моментальный размер естественно потому что это а в патарик трипл килл то есть вы с его постреляете если выходите на двоих и все вас перезарядка потом без шансов до убиваете одного ну если попадете сюда но 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 потом все 95 выигрывается первая половина доминируется на один раунд сверху и с учетом баят команды energy можно еще и десятку себе запилить надо тут опять же был грамотный выход через банан на и вот те два фрага тарика были именно с помощью тиммейта и там даже после флешки не обернулись энергии посмотреть откуда же прилетел это самая флешка они даже не поняли что к ним идут в спину и это решил исход раунда потому что внутри 5 да там бризе попотел но это как говорится не то что не бесполезно хотя это наверно были бесполезные фраги он попытался молодец безусловно но вот то что набил сейчас 6 это 3 только лишь вот эти самые экзит фраги которые были закрывающими там либо тебя отбивать либо ты пытаешься спасаться играть но на раунд они не повлияли и не повлияли на экономика команды cloud9 потому что ласт раунд деньги у них есть а вот energy как правило но тоже два раунда подряд только с чешками но без дезертыгл появился у нж грант как не было так и нет тарик молотов два парты и здесь же выход на плен тарик и не чекают тарик начинает собирать раш минус 2 уже в этом раунде тарик замечает еще и нж это пять в ноль и без шансов для шансов вообще да в этой половине и в двух раундах последних да и были такие раунды кстати говоря вот вспомнила online когда вроде бы и в меньшинстве но все равно бегут на ранжи на б-плэнт а там уже стоит у кей и скадулы вместе ждут с номерскими винтовками друзей типа ну давай иди заходи на б-плэнт и просто отлетают мгновенно да да за пару секунд есть такие вещи байта там всякие типа на закрытый плент как будто он полупустая на самом деле это совершенно не так аутиматик на первой половине потенциальных 16 мертвых тел фагли в команде противника это команда energy до 8 с половиной потенциальных мертвых тел то есть чуть ли не в два раза меньше в итоге забег на б-плэнт здесь стоят ребята конечно опять же анж вот здесь стоит но б-плэнт немножко на измене да то есть порасшатывали и резко назад на мидл там дальше подумать такие ребята на б-плэнте думают а что сейчас делать да там может быть атака смог этот ой ой как нас спас этот смог сейчас они полезут там со всех щелей а здесь тюйту кей в тупом углу находится около цемента и все и так и будет сидеть и анж вот смотри сейчас будет наламываться если будет наламываться с тюйту кей если найдет правильный тайминг либо подождет либо даже смог бы его убить в итоге не лезет да просто останется здесь в таком случае опять можно застакаться и побежать на б либо опять же под стюйту кей под стюйту кей который пошумит на на б прорвать б и пошумит на а в то же время но варианты есть да нужно шуметь к лудам на бребрах чем они занимаются но по итогу не дожидаются и номер шесть это фагли а нет потому что на б перемещается и какой-то тайминг подловил стюйту кей против болгарина и пока что не получается стюйту кей прокидывать смог а и забирать голову серка тут у нас она единичка находится есть энджей правда жил недолго забрал а стюй и дальше размен от арика 3 в 4 едики у скиты у команды energy а есть только одна флешка и под нее наверное будут пытаться этот раунд вытаскивать energy и идти потому что им очень нужен раунд цветный в случае поражения вероятнее всего увидим счет 13 5 и это практически боль печаль потому что девайс раунд за cloud 9 который также может быть 14 15 и там уже все может быть изи пизи лемонт сквизи скадудл находится на банане со своим товарищем идеальной позиции под такую бомбу вы попробуйте это еще скрыт то есть тут чистый кроссфайр и вот эту гитарик убивает депса пока депс отвлекался automatic скаду убивает дэзи фагли потому что кроссфайр дорогие друзья опять же для вот этой бомбы я покажу да для вот этой бомбы вот такой кроссфайр грубо говоря там их двое то есть это вот так вот получается это без шансов просто практически без шансов потому что побегают здесь здесь закрыто выбегают здесь здесь закрыто да то есть вот вот так вот все вообще совершенно закрыто террористами грамотно от cloud 9 вот то что надо обожаю когда на банане стоят опираются да под бомбу опираются на банане потому что это просто жесть особенно когда еще в планте кто-то есть вообще адищи это вскрывать просто от полный 3-2 в защите от energy девайсов нет да и при том что смотри у них только один армор бризе с чешкой с первым армором попытаются задефать все это дело в пятером но как-то вот скудненько на самом деле то что нет первых арморов все и туки может в одного разворотить кабины и вскрыть любой из плентов если конечно то пойдет кстати говоря 10 и туки номер три он находится у нас краски на банане можно ворваться на б-плент даже если отъезжает стоит у кей то это теряется во-первых самый дешевый девайс который вообще в игре находится если брать автоматически в оружие и в дальнейшем просто на разменчиках выйти если вообще смогут energy кого-то разобрать вот уже пошел стоит у кей находит игрока на b1 2 забирает также плент скрыт и cloud 9 вот как по тому сценарию который я описывал зашли на плент и тут же бомбкере разворачивается бежит на банан и изи вот он изи раунд запустили но как оно и случилось там еще минус аут у тематика два он собрал там ребят в ряд и тарик находится депса 25 ну и раш чисто вот на счет на 300 даже не успел поставить бомбу не дали 300 рублей но за это не суть важно в принципе да 12-5 действительно очень грустно для energy это еще и третий раунд второй половины только то есть 13-5 возможные ничего вообще нет они еще на сети сайде то есть они не на эти сайде проигрывают а на сети сайде там экономика толстая это все надо фармить работать на шахтах для денег ради денег сложно все семьи уходят из дома денег нет короче говоря жена в разводе все дела депс церкви все прибавить и таки с году на размине поблизи депс также заканчивается с к дудлом что интересно и с голыми пистолетами сейчас energy уже не совсем с голыми пистолетами да потому что некоторые девайсы подобрали им придется я хотел сказать выбивать плент а тут еще два килла пролетает от команды cloud9 и все и теперь фагли надо просто молиться чтобы засейвить этот ака ну да там мы пошла уже пошло от него уже перемещение ближе к б-пленту есть на прочоке энджей датчанин будет сейчас просто на вычисление но вычислил его в раш первым поэтому сейчас один в три фагли пошли искать фагли пошли зажимать нет армора у фагли поэтому влетай патрон и дроби кость как говорится не сможет фагли вероятнее всего ничем ответить да так получается у тематика находили себя фраг друзья мои мы смотрим с вами квалификации к эпицентру это на регион и соответственно cloud9 и energy борется за проход в плей-офф этих двух групп то есть квалификации с первого места соответственно если побеждать cloud9 или energy они уже стабильно идут в плей-офф где четыре команды из группы а из группы б а если проигрывают energy или cloud9 они падают на матч десайдер и будут ждать победителя матч еще лузеров которые уже провели свои матчи но к сожалению их проиграли ой какой молотов неудачный от тарика сейчас ну бывает можно себе позволить некоторые ошибки счет 13-5 да то есть позволительно правда от energy все-таки вот он девайсный 2 на 3 на б я только это сказала уже топит фагли в итоге а закрывать потому что надо все-таки делать дефолт то есть немного постояли мало ли б прорвут в итоге бы не прорвали и сразу сразу по да пока что у нас на карте чистая диагональ да то есть давайте посмотрим вот так вот вот так вот команды стояли да ровно-ровно-ровно здесь церкви еще убивает своего оппонента это был стюкей на б в итоге необходимо пойти на а пока все ровно для команды energy да то есть клоудам в итоге необходимо инициировать эту атаку без них ничего не получится да то есть им надо что-то делать при этом energy сами никуда не лезут при этом они сделали уже kill и если еще поиспользовать граната вот как сейчас сделал бризи то на самом деле можно еще немножко пофармить как бы себе время да и во вред оппоненту и просто убить всех потому что них времени не хватит там идут клоуда ловит flash игрок атаки и automatic также получает flash и в полной не не слепоте стоит правда выходит уже лонга там раш погибает от рук бризи на больших песках находится находился находился у нас афагли свои фраги делать но все-таки клоуда умудряется размениваться продунул против нет это болтарик против депси 2 в 2 джессе какая-то 1 до 25 оставались просто же сделали три минусы вообще все снесли просто сработали по информации сработали тимплей на вместе до разменяли кого-то там но вот эти брусты пах вантепы от людей из cloud 9 это жесть какая-то жёстка жёстка не это чё-то жесткий они серьезно тут я не знаю какие-то стальные люди вообще серки в итоге остается вместе со своим товарищем да могут crossfire зажать как раз да здесь тарика да действительно фагли убивает но и надо сходу убивать серки промахивается сходу есть шансы для того чтобы убить серки все таки берет своего оппонента нету диффьюз китов и это 14 раунд для команды cloud 9 просто потому что пришли втроем а потом вдвоем и просто раздербанили вообще весь плент вообще весь это кошмар это ужас для фанатов команды energy но по итогу получается так сэви снайперскую винтовку серки и дальше появляются емпишки 1 м к desert eagle для датчанина энджи и полный девайс у команды cloud 9 но не смысле толстая в смысле полный набор девайсов полный гранаты и армуры и все команды cloud 9 хорошо такое проиграть они конечно могут но я думаю что все таки кладача затащит и energy останутся с 2 700 наверное светит после поражения в этом раунде может быть заставить какую-то снайперскую винтовку либо же м q на в случае поражения но этого вряд ли хватит для того чтобы побороться с cloud 9 на равных и вероятнее всего но это со временем уже вот будет решено что cloud 9 дожмут эту карту бы наверное должен быть 16 8 может быть если клада сейчас прыгать им не хватит на на бай но я в камбэк от energy не особо верю серки оформляет раша снайперская винтовка в действии по информации пошла и там уже на банане через стычка а есть там desert eagle и юмпидов сидит на за бочками но нужно его оттуда выкуриться а мол товы толькоасти 2x есть подети там Elina стоит цемент'd а мол от в действительно летит за цемент и все еще находится за деревях имеет деппс ой-ой-ой-ой дом или сivals дании почти что ещеерод на вот каду тут еле живой вот эта вот это да а на самом деле очень интересно вот это снимает geometry в итоге тело он это беплайн вот все равно все равно стараются 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 Peng energy и на своей карте клада ой-ой-ой с каждый rasido видос бомба будет тариком поставлена тарик по ходу будет отъезжать то есть вот он пытается взять его п пытается спрятаться хотя бы за б3 раскидать на черт что нас кидать еще куда-нибудь флешки будет читаемая позицию тарика если честно но вариантов у него нет да бомба стоит молдом вгоняет или позиции уже сто процентов известно выходит первый погибает церкви снайпер команды почему так не уверен он же сейчас всех убьет почему вы не вместе почему господи получилось у призе боже мой италий ему попали до пали прострелом или в ножку там в обрезе прыгнул но все-таки это было настолько потно и тяжело для команды energy не по одному пытались выйти хотя знали где находится оппонент и знаю что будет перемещаться и все равно вот так вот вышли как же сейчас ошиблись могли точнее ошибиться energy если бы не выживал бризе так скрипучи вообще просто прям с треском еле-еле вот так вот прям вот еле-еле они это дожали да ну шестой прям какой-то я не знаю мученический раунд для energy очень тяжело играть серки хорошо вот действует икея на перетяжке на мидл снимает вот это реально сладко было еще тематик получает в лицо у него остается 11 хп и опять же я вот только хотел сказать по поводу счета но смысле до этого момента что может быть даже не то что счет 6 или 8 а может быть даже счет 10 но все равно клада должны бы по-хорошему дожать карту то есть energy могут поломать личик и кладам там вот как раз до десятки например но все равно вот счет 14 это уж слишком жирно а учитывая что и клада всю карту ввели еще в счете так что здесь но дело техники там какой-то удачный раунд уже 15 и energy мог быть в этот момент без денег либо же у них будет последняя экономика и там просто вот опять же говорю дело техники как и когда клауда эту карту доберут в камбэк пока что для energy сложно верится они не показывали каких-то супер раундов на этой карте да там были индивидуальные действия энджей там тащил какие-то клатчи там еще вроде по депс старался серки там делают постоянно фраги при том что open фраги очень важные для команды но вот как-то вот чтобы уверенность была и прямо на тоненьком он слишком много не плачу проигрывали слишком много не проигрывали на большинства для себя и ну вот сейчас взрыв на б-плент двое против четырех серки справляет с оппонентом энджей отлетает и тут же было видно дуло но серфис пойдет фраг и снова 23 снова 23 для кладов меньшинство и энергии конечно могут за счет у тарифа идет фраг там отлетает почти отлетает фаре тарик жив цел орел важно что тарик жив это очень плохо это прям это беда да тут пятнадцатый какой сейф то фагли уже такой 15 не хочу 15 я не хочу мама забери меня обратно что делается я не хочу 15 говорит фагли но жизнь складывается совсем иначе 6 хп и 9 хп скаду дул тарик дабл килл трипл килл если я правильно все успел заметить скаду дул тарик 15 6 15 6 и деньги кончились галина последние но проиграли да и вероятнее всего 16 6 и ну карта мираж я не знаю честно говоря вот последний мальчик лоудов которые показывали на мираже чем более что месяц прошел с того момента я думаю что для energy это небольшой как-то провал и если реально проиграют energy карты до мираж и со счетом 2-0 клоуда поведут но это будет проблемка выхода тем временем нас на миддл там бризи и серку собирает троих фагли подключается это минус 3 клоуда теряют большую часть своей команды но это печалька на самом-то деле в укрепление центра сработало но сейчас клоуда в меньшинстве до 15 ой да ну нет ну вообще да но можно верить веса рожда свидания голова афагли привет 600 боксевичей это неплохо бомбы не на руках у стюк таки вариантов у стюк таки нет денег кстати говоря у команды клаудная нет я замечу поэтому сейчас седьмой для energy и восьмой клатч один в пять стюк берет клатч команда energy распадается изи на даме раз идем я тебя понял давай давай смотри стюй тукей пам 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 стюй тукей находится на меду стюй тукей ну же добавить ты пока думает о том как бы сейчас глазированный срок бы с чайком бы хапнуть хряпнуть потому что вот это все клатчировать не чё-то не алё но он идет он идет оп-вагли замечает оппонента вероятнее всего потому что спрыгнул моментально как только что стюй тукей вышел он не сам депс с калашом уже ждал выхода стюй тукей и не получился у нас клатч клоудная будут брать вероятнее всего хотя не факт может быть они попытаются взять какие-то флешки пару смоков и выйти на один спонтов сыграть чисто на бомбу потому что в случае этого эко но не хватит денег для команды клоудай чтобы закупиться полноценно поэтому мы видим как берут у нас игроки все-таки форс 750 стюй тукей пятихатка у раша из кадудла ну там 400 в принципе а даже все уже купил раш себе неважно только не стюй оставляет себе более-менее по деньгам снайперская винтовка будет и вот видимо даже не был прав что возможно 8 и даже 10 раундов для energy если конечно клоуда сейчас не оторвут лицо команде energy находясь вот с такими девайсами но гранаты позволяет им играть хорошо здесь выйти в плотный бой хотя у energy не снайперской винтовки поэтому одна зажаточка скалашали сэмки может лежит жизни всю команду cloudline да да все именно так и есть ну посмотрим energy опять же повторюсь да могут и восьмой взять но вот эти пистолеты вот если cloudline соберутся и вскроет plane поставят бомбу и там если получится по времени опереться как следует да то есть выдохнуть красиво хорошо встать секунд еще пять потерпеть как бы да глазками хлоп хлоп там ножками топ-топ и вот собраться и там принять это как растут защиту которая уже будет атака на ритейк когда это реально это все конечно бумажные вещи которые сейчас говорю то есть такое такие себе истории на самом деле сказочные старик в итоге в арку заходит вместе со своими товарищами можно зажать б-плент с плитом тарик идет читать книжки в итоге находит оппонента вот зачитал книжки тарик говорит пока все хорошо еще подождите букварь забыл говорит тарик пацаны мне еще букварь не все-таки букварь ему не дадут забегает на б-плент ослабленные ребята из команды cloudline но все-таки м4 1с не промоклица бам еще здесь артыгла в лобешник присылает анж рашу анж трипл килл в этом раунде но колода неплохо побегали не под мне понравилось это было интересно да там стальная хватка от нжм грит ребята не торопитесь я хочу набить фрагов что в принципе получилось опять же только лишь хотя нет вру-вру-вру-вру-бризе догнал оппонентов прошу прощения тиммейтов по фрагам у него 9 фагли дабса по 10 хотя дабс был почти лидером своей команды по фрагам но что-то перестал убивать вот наоборот бризе подключается все чаще и чаще полный экономический для cloud nine там пожалуй только один по 250 до и флешка у стюйту киа так что здесь может быть работа на бомбу чтобы вас купить себе польши гранат но не торопится cloud а что интересно находятся они возле своей ямы и в принципе просто чекают а река в апартах номер пять это нас раш на секонд миде там где-то в канал ки гуляет ну и клоу да просто чё-то ждут они возможно общаются на следующий раунд чтобы не брать паузу их три на команду так что ну может просто общаются не хотят брать 4 время 4 паузы до 4 все правильно 4 4 в общем хотя мне нравится число 3 потому что это мои любимые числа на пауз 4 все таки ну что ж а почему ли у тебя любимое число почему как у тебя с этим ассоциации ну давай часто только в школе ты берешь да кстати берешь вот два бутерброда с колбасой и что-то мало делаешь 3 и уже хорошо а 4 много до 4 много да 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 то есть вот две кружки чая это вот недостаточно а с 3 это хорошо и так далее я понял да твою логику это реально может работать 30 секунд времени смотри для клоудов и только-только не старается выйти на банан там фагли воюют с рашем а и пока получается и втроем ребята из cloud пойдут на плен б только лишь бомб керри находится в апартах и на это пока не ведутся игроки защиты хотя забирают с кодутла и вот ушла пошла перетяжка но бомба все-таки будет поставлена нет он пытается навести такие не получается идея была интересная идея да даже хотел сказать действительно хотели всех забатиться плента то есть вот вот так вот думали cloud nine вот прям всех 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 но не вышло вот вот не вышло ну что ж все-таки бай раунд от команды cloud nine сейчас дорогие друзья вторая армора да не у всех на у тематика кевлар каски нет флешки есть молотова 3 смоков 5 флешка море я до стальки не умею считать поэтому ну в общем хватит орки одобряют короче говоря хватит и вот немного по напрячься и 16 раунд вроде вот он вроде как бы близко да но так далеко в то же время ну что брашитарик на апартах на апплинсе трое двое на банане трутся у команды защиты energy готовы добирать еще раунды но опять же как мы же не говорили здесь камбэк мало вероятен даже если будет там как-то 15-14 то вероятнее все клада подумают по чашу требует такие так ребята делаем красотулечку и дожмут но в любом случае energy стараются они не закидывают катку они до последнего это отличает energy от команд которые только идут к этому особенно северной америки потому что energy ну согласись наверное даже в америке не тир-2 команда по итогу получается потому что есть там кого воевать но они на пути к тому чтобы обыгрывать они обыгрывают тир-3 команды возможно в некотором на недалеком будущем случится выход от команды клоунда из боулера тут же тарик находит датса размер от бризи бриз собирает двоих и аутиматика мальчик аутиматик промахивается бризит такой агрессивный молотов закидывает аутиматика насения синий был недоволен у таки аутиматик мертвый теперь не связывайтесь синий просто никогда если 7 недоволен он вам пришлет голову он же global элит в конце-то концов и в нави играл скайдудал остается последний фагли закидывает флешку на балкон его выгоняют из курилки но фагли не имеет вообще к этому никакого отношения ему абсолютно все равно потому что ну перейдет он и что скайдудал пытается вскрыть опланты ничего не получается 15 10 мне не сказал бы что идея была плохая но что-то пошло не так кстати по поводу energy между прочим тир-3 тир-2 сейчас они как никогда близко вот как раз наверное американским тир-2 потому что раньше просто отвратительно играли вот прям без рук он плохо прям настолько что смотреть невозможно я помню cobblestone от energy это просто карусель карусель ошибок каких-то я не знаю было в свое время сейчас вообще довольно приятненько ну да вообще сейчас я опять же говорю что команда energy стрик весьма неплохой против темпа шторм против коллективов которые ну не то чтобы с ними не считаются но просто играют они из рук вон плохо пока что на данном периоде но вот energy справились с такими притом довольно уверенно 20 там 21 где-то одну карту отдали но потом как и львы собрались и сделали свое дело поэтому надеюсь что в американский кс в скором времени перестанет быть объектом шуток типа айна и кс чего вообще тут делать ребята дамс на приемочке забирает на бомба все вот подгорели подгорели прям все и бризе еще замыкает сейчас а карусель карусель это радость для нас тарить от арик тарит арик татат это это работает все-таки бризе к русле закончилось и кстати сорода рис да 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 мясник вот это вот не хотите ли кусочек мяса и у меня есть 4 3 ну не важно он никак не может закинуть, с крыши сваливается забор там какой-то в 4 метра поэтому задуло хватаешь, сил не хватает фикс-плиз просто, пожалуйста по поводу североамериканского КСа, североамериканского ликвида все-таки на ИСЛ Ван Нью-Йорке, по-моему, достойно сыграли да, ликвида обыграли Астралисов ликвида там поборолись с другими коллективами, да, конечно, с фейзами вышло но фейзов всех разваливают фейзы стали очень-очень крутыми вот Агьянш снимает на ребрах оппонента с МИДА 15-11 и, в общем и целом, пока что все заходит за самые смелые мои личные ожидания потому что это не 16-10 как я думал, да, тут уже вот 1-1 у НРГ это интересно потому что как бы еще немного, еще немного, еще немного и потом еще чуть-чуть, и там уже допы 5 рандов подряд выигрывает НРГ здесь против 5 калашниковых будут работать, у Серки есть АВП важно это понимать, 27-15 Тарик идет в своей команде лучший фрагстатер на сервере Аутиматик, второй лучший фрагстатер на сервере 20-18, потом по 18 у Анжи, вот, например, у НРГ есть такие вещи тоже, тоже 18 но пытаются, а плент не... Ого, прострела по сервере, больно ну, неприятно, как минимум друзья мои, пишите в чате, за кого болеете пока что у нас сохраняется интрига на карте Дэнферно, это первая карта в этом противостоянии опять же напомню, что это квалификации американские к эпицентру и команда, победившая здесь проходит в плей-офф этих квалификаций с первого места и, соответственно, не будет проходить лишний матч у нас сваливается Тарик под балконы все в дымах, все во флешке и Тарик вообще просто пробрался к настоящей ниндзя и выищет оппонентов а оппонент прямо над ним а сейчас будет встреча века, дискотека века Бриззи, замечает оппонента Изи фраг по Тарику ну и идея была интересна Раш отвечает фрагом по Бриззу по-прежнему битые с церквью в бомбкере уже на месте находят еще и Фагли и Дабса прочекают ли здесь игроки команды атаки и церквью находится Кадудла пока что позиция игрока защиты не весна да, Дабс находит фраг, стюит окей очень близко, в малых списках сейчас можно кого-то найти но тут же сзади Дабс набаливает автоматик последний простреливает его он сам убивает Дабс это один в два и нужно хотя бы бы выставить, чтобы был спай но это фраг от Энжея и датчанин берет, если команда 12 и боже мой, что творится? пока нормально и вот она пауза, вот она пауза для Клауднайн да, да, надо пообщаться и вот это была первая и еще три осталось, собственно поэтому если хотят, могут еще использовать если очень супер прям надо будет бай потому что можно 3700 потратить на второй армор и калаш, например и немножко гранат еще как раз вот второй армор и калаша залетает вопрос, а Галилу стюит окей и больше гранат, потому что ютилити нужны здесь а Скадудл тоже калаш опять же второй армор, потому что денег на АВП не хватит церкви АВП имеет, а команда Кладдайн АВП не имеет вот так вот вот такая вот небольшая математика по АВП, вы слушайте Женя, Женя вообще говорит умные вещи время от времени 12-12 друзья мои, Клауднайн были в шаге очень давно от победы на этой карте а вот NRG приближаются взяв уже 6 раундов подряд и при том, что Клауда вели 14-5 но теперь уже счет не такой явный и я до сих пор верю, что Клауднайн эту карту дожмут в основное время поэтому сейчас опять же дело техники то есть самое, про которое я уже много раз говорил сегодня про именно конкретно этот матч поэтому сейчас посмотрим 3 раунда всего лишь для NRG как там на чате правильно подсказали всего лишь 2 девайсных нужно взять NRG, чтобы пройти дальше, потому что в одном из раундов для Клаудов без бомбы будет явный экономический раунд там какие-то пистолеты и гранаты но в основном девайсов не будет намечаться если, конечно, их не засейвят ну это важный раунд для Клауднайн здесь либо берешь либо страдаешь просто все сразу все черно-белые дни сразу моментально начинаются и сразу страдашки поэтому надо брать сейчас надо брать это все дело сейчас желательно сложно это сделать сложно это делать более того прям дико сложно Серкио наваливается все такие на Серкио ну надо было под флешки сработать вместе не получилось Серкио сейчас развалит же с кабинета Анж развалит ну и Серкио развалит ну вот важный раунд я говорил ну и до свидания, Тарик вот что-то такое не такое 7 раундов подряд от команды NRG ну прям совсем что-то никак от Клауднайн здесь и вот он тот самый раунд когда нету денег и 15-14 в итоге на последнем они будут бороться еще раз 5 АВП 5 АВП да не, кстати, возможно что будет 2 снайперские винтовки для Клауднайн для Стюэйту Кейс Кадудла потому что, ну раз так не прет то нужно пытаться вычислять оппонентов где-то со средних и дальних дистанций и потом уже не, ну в атаке в атаке не обязательно 2 АВП будет удобно нет, я понимаю что ты реально можешь заехать 1 АВП желательно бы действительно взять но 2 хотя можно подловить противника на этом в принципе можно но попробовать стоит Дабс замечает оппонентов Молтов на лонг но туда не рвутся команды Клауднайн потому что такой уже раунд был когда все пробежались по полхп осталось у ребят но там их потом уже и наказали там у нас по-моему Бризи собрал трипл и по итогу сейчас посмотрим на банан вступает у нас команда Клауднайн Энерджи также готова Молтовы флешки полетели Смок также есть еще Молтов Энджей дачанин выходит пока что не замечает оппонентов тут же на стеночке у нас поселился замечательный сосед это Серки который может отъехать если сейчас пройдут все вместе одним кулаком команда Клауднайн по банану тогда может быть печалька потом быстрый влет на план Б снайперская винтовка есть и вот она Ширка Серки снимает моментально есть Смок чтобы запереть Виженс с сети и там уже снайперская винтовка Скадудл может сделать красиво но пока что красиво делает Энджей Раш отъезжает Скадудл через Смок Два Фагли Фагли смотри два-то два-то от Скадудла вот она снайперская винтовка три полькель и сейчас четыре полькели смотри промахивается не-не-не-не все-таки ой как все быстро получилось на экономическом на экономическом просто заехали но ошибка была сейчас от Энерджей они оставили одного снайпера в неудобной позиции потому что вы вышли и мы максимально быстро сняли там хэдшотом поэтому но тут наверное Энерджи расслабились они думали что да экономический какой-то быстрый врыв на А но все-таки удобнее в таких положениях бегать на плент Б ну смотри опять же да то есть вот снайпер на Б это хорошо если он чутко-чутко вот шарит да что сейчас происходит если что смог тире молотов флешку тире флешку тире молотов тире смог в зависимости от ситуации и быстро прям за Б3 там на гробы и звать на помощь орать просто вообще во все горло да орвыш и гор поднимать